Виноград Уважаемые друзья, сегодня мы находимся с вами в Одесской области, село Маяки, на одном из наших участков, участок наших партнеров, которые выращивают виноград не только в открытом грунте, а еще и в теплице. В этом году накрыли еще один участок теплицей, но позавчера случилась трагедия на этом участке. Прошелся град, который не пощадил практически никакие грозди, находящиеся под открытым небом. Вот такая вот плачевная картина. Качество урожая сошло полностью на нет. Листья все побитые. Была в оперативном порядке вчера произведена обработка виноградника препаратами против аидиума, токсин М. Потому что раны, которые наносят градобитие, очень быстро провоцируют возникновение аидиума. Поэтому сразу после градобития рекомендуется сделать химическую защиту против этого заболевания, а также против других заболеваний, которые попадают в открытые раны. Инфекция, летающая в воздухе, проникает в растение, а потом растение начинает заболевать. Вот такой неприглядный вид имеет гроздь, поврежденная градобоинами. Вряд ли на этой грозди можно будет сформировать красивую товарную гроздь из оставшихся и неповрежденных ягод. Вот такая беда случилась. Абсолютно незапланированное стихийное бедствие. Буквально на днях хотели повесить сетку, защищающую и от птицы, и в то же самое время она была бы предохранением от вот таких вот проблем, которые вызывает град. Но, как говорится, знал бы, где упал, соломку подложил бы. Поэтому град нас опередил и вот такое вот непредсказуемое сельское хозяйство. Если масштабировать это на большую плантацию, то можете представить себе, какие убытки наносит стихийное бедствие всем, кто трудится, не покладая рук с утра до ночи на таких участках. И практически все, что выращивается, является единственным источником дохода людей, которые делают ставку на вот этот вот продукт, который называется виноградом. Поля помидорные тоже все пострадали. Поэтому сельское хозяйство, господа, очень рискованное мероприятие. Ну, вот так слабонервным покинуть зал. Вот так вот происходит нормирование урожая на участке, на котором выращивают виноград. Ну, вот некоторые участки были спасены вот такой вот защитной сеткой, хотя пленку с этой теплицы ураган и ветер сорвал. Ну, вот здесь, конечно, виноград висит как сказочный. Хотя эти ряды тоже были почищены, град был такой силой, что даже сетку пробивал в некоторых местах, как голубиное яйцо. Вот приехал недавно фермер, сказал, что у него все поле синих пострадало. Пострадало от градобития. Представьте себе, какие убытки наносит стихия человеку. Это сорта нюта, наливается ягода. Здесь у нас сливия. Некоторые ягоды он уже розовеет. Так развивается Байконур. На 11 июля он уже начинает окрашиваться. Вот как беспощадно порубал листья град. Но ничего, прививки сохранились. Прививки не пострадали. Немножко кое-где есть. Но в основном все нормалек. Тут у нас привит карнавал. Вот почему делаем несколько прививок, потому что кое-какие получаются, кое-какие нет. На это не обращаем внимания, потому что главное, чтобы что-то дозацепилось. Вот у нас очень хорошие две прививки. Здесь раньше было сделано... На неделю раньше прививка, вот побеги. Такие большие. Эти были сделаны... Это Казаново. 27 июня. Ух, какие грозди. Три гроздяки у нас в этом году будут. А здесь еще несколько гроздей. Тут еще несколько гроздей. Но, естественно, мы их немножко уменьшим в размерах. Так, ну а на этом рукаве мы привили бананас. Тоже 27 числа. Бананас нас тоже будет радовать. Видите, это не получилось. Эти две отличные. Так что все окей. Ребята, делайте много прививок, и тогда будет обязательно успех. И не будете жалеть о том, что что-то не получилось. Потому что, даже если одна прививка получается, это уже успех. Это уже год не потерян. Это значит, у вас к вашему огороду прицепился тот или иной сорт. Тут мы переделывали дунаф. Буквально несколько дней назад. Это у нас было 11 числа. На Казаново переделали. Эта прививка была сделана недели раньше. И вот как от града пострадал наш виноград. Да, ребята. Завидовать нечему. Но огорчаться смысла нет, потому что жизнь продолжается. На смену этому всему винограду пойдет вот этот вот, который мы привили буквально недавно. Так что все нормально. Будем жить дальше. Хотя, конечно, если более глубоко копнуть, то досаде нет предела. Вот этот киш-миш так пострадал у нас от городобития. Ну что ж теперь делать? У других людей трагедия еще больше. Вот так, когда человек делает ставку на что-то, душу вкладывает свою, и происходят вот такие вот вещи. Страшно становится. Все надежды просто рушатся в один миг. Вот так вот киш-миш пострадал. Киш-миш пострадал, и не только киш-миш. Целыми рядами все у нас потеряно. А виноград? Виноград это, конечно, наша душа. Но жизнь продолжается. И будем надеяться на то, что по закону сохранения энергии обязательно после черных дней наступят светлые. Субтитры создавал DimaTorzok